МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Викторович, очень важный сейчас и такой неожиданный всплеск миграционного кризиса очень волнует и наше общество. Как вам видится этот миграционный кризис? Кто его спровоцировал? Каковы могут быть последствия для Евросоюза? Можем ли мы говорить о том, что это может приблизить даже конец Евросоюза? И как объяснить тот факт, что такие значимые политические лидеры Евросоюза до недавнего времени повторяли ежедневно welcome, приглашали как можно больше мигрантов в свои страны? Представьте, что у вас есть квартира. И какие-то люди находятся в сложной ситуации. Им надо помогать. Вы до какой степени будете им помогать? До такой степени, что он будет уже не зайти в свою квартиру, а люди будут посторонние, у него все заходить, заходить, даже уже без вашего приглашения. А вы все будете улыбаться и делать вид, что все хорошо. Вариант первый. Вы очень стеснительный человек. Второй. Вы не очень умный. Вот европейские политики делают примерно то же самое. Значит, поскольку мы неумными людьми вряд ли их можем считать, ну так, знаете, одни дураки вдруг пришли к власти во всех государствах, где через процедуру демократических выборов выбирают одних идиотов. Ну, вряд ли. Значит, они почему-то занимают такую странную позицию. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о суверенности, о возможности принимать те решения, которые идут во благо государств, которые не возглавляют. Этой суверенности нет. Соединенным Штатам Америки нужен конфликт в Европе. Им не нужна Европа суверенная и сильная. Им нужна Европа как их младший партнер, который все время будет тыкаться ими головой, как котенок в молоко, чтобы они понимали, кто в доме хозяин. Отсюда желание разжечь гражданскую войну на Украине. Ведь если Соединенные Штаты и Европа не хотели бы этого, никакой гражданской войны там бы не было. Им стоило просто заявить, что любое изменение власти на Украине должно проходить в рамках Конституции. Конституция была нарушена, президент был вынужден убежать, началась гражданская война. Одно это заявление могло прекратить весь этот ужас, который на Украине происходит. Выборы, я напомню, Януковича или другую кандидатуру в президенты, можно было выбрать ровно, например, через год после государства переворот. Можно было как-то потерпеть, даже если он какой-то не такой. Но американцам нужна война. Отсюда дестабилизация. Но проблема заключается в том, что им нужен постоянный конфликт, причем в центре Европы. Чтобы Россия и Западная Европа не могли нормально взаимодействовать. И здесь мы переходим к вопросу, о котором говорил Наполеон, что география – это приговор. Мы переходим к Молдове. В Молдове есть конфликт, который находится в замороженном состоянии 1992 года. Мы сегодня видим ситуацию, когда власти Молдовы делают заявление при прямом попустительстве Запада о необходимости разморожения этого конфликта, о необходимости ликвидации Молдавского государства как такового. О вступлении в НАТО. О вступлении. Хотя, очевидно. Известно, скандально известный наш министр обороны. Это все время тянется в НАТО. Да, но очевидно, что Приднестровье, да, наверное, Гагаузия и еще некоторые части Молдавского государства не мыслят для себя ни в каком варианте вступления в Евросоюз. Конечно. Это значит, вступление Молдавии в Румынию, потеря государственного суверенитета – это немедленный развал государства и начало гражданской войны. Какой нормальный политик будет тащить страну в сторону гражданской войны? Опять вопрос. Вопрос суверенности. Вопрос, кому это нужно. Американцам это очень нужно. Но нужно ли это молдаванам? Ответ очевиден. Конечно, нет. Конечно, нет. Что гражданская война может начаться, так сказать, по щелкку пальца, мы это видим с вами на Украине. И, к сожалению, не спасает ни этническая близость, потому что на Донбассе по линии фронта там нет никакой национальной разницы. Русские и украинцы – это вообще один народ. Ну а там и это даже больше перемешано. В ополчении Донбасса есть люди с Западной Украины, а в националистических батальонах, подчиняющихся Киеву, есть, так сказать, выходцы из Донецка и Луганска. То есть, не религиозная принадлежность. Там и там православные. Ничего не спасает от страшной гражданской войны. Хотелось бы затронуть еще очень важный и актуальный для нас и для всего нашего постсоветского пространства, и не только аспект. Речь идет о мировоззрительском рывке, который сделала в последнее время Российская Федерация. Российская Федерация сегодня видится во всем мире как оплот консервативных ценностей, православных, христианских, нравственных ценностей. Налицо тотальная конфронтация между вот этим вот христианским консервативным видением, которое озвучивает и президент страны. Вот я недавно слушал и выступление Святейшего Патриарха в день торжества Православия, когда Святейший Патриарх говорил о новом витке человекопоклонничества. Не кажется ли вам, что на сегодняшний день Россия не только с точки зрения политического дискурса или публичных заявлений лидеров церкви, интеллектуалов может стать и стал уже оплотом нормальных, скажем, человеческих ценностей, но это должно быть отражено и как-то и в Конституции, и в законодательстве, и в образовательной системе России с тем, чтобы Россия послужила примером другим странам, включительно Республики Молдова в этом смысле? Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что в ценностном смысле у нас нет никакой разницы между жителями Молдовы и жителями России. Причем жителями России различных национальностей и различных частей большого государства. На Кавказе, на востоке страны, в традиционных областях, населенных русскими, консервативные ценности – это оплот, мировоззрение. То же самое происходит в Молдавии. Может быть, даже в этом смысле нам есть чему поучиться у наших молдавских коллег, потому что вот сколько я ездил по стране, вот у въезда в каждое село стоит распятие. Это вот в России, к сожалению, это достаточно редкое явление. То есть ценности у нас одинаковые. Возникает вопрос, кому же нужно разрушать эти ценности? Зачем Запад, ну вот так, с каким-то маниакальным упорством, насаждает гей-браки, гей-парады, пытаются разрушить те моральные основы, которые мы получили от Бога? Ну, здесь вопрос, ответ уходит в метафизику. Кому нужно разрушить то, что создал Всевышний? Ответ очевиден. Потому что никакого рационального объяснения тому, почему нужно разрушать 10 заповедей и насаждать противоестественные пороки? Этого ответа нет. Но здесь мы уже переходим в плоскость вопроса, что, так сказать, важнее для людей. Высокий уровень жизни с какими-то сатанинскими обрядами или грехом, который будет находиться вокруг? Или все-таки спасение души? Тут каждый решает для себя самостоятельно. Но я хочу сказать, что сегодня Россия действительно является и становится во все большей степени оплотом консервативных ценностей. Мы видим, что на Западе, в том же Франции, миллионные протесты против легализации однополых браков. Тем не менее, ничего не помогает. Они, так сказать, вошли в законодательное поле Франции и других европейских государств. И это будет последовательно насаждаться дальше. В том числе это будет насаждаться и в Молдавии. То есть, фактически... Ну, закон уже о так называемой равнице Шансов уже есть. Пока не дошли до однополых. Это у нас в Конституции запрещено. Но я думаю, что уже в Грузии, вы видите, продвигают. В Украине продвигают эту идею и собираются быстренько все это менять. Я хочу сказать, что каждый избиратель, который голосует за западные партии, должен понимать, ему предлагается некий набор. Вместе с некими перспективами европейского сотрудничества, ему первое, предлагают, во-первых, отказаться от национальной идентичности. Вы не молдаванин, вы румын. Во-вторых, отказаться от своей истории, принять историю чужого государства. А в-третьих, его детей будут обучать совершенно другим ценностям. И хотите ли вы для своих внуков и правнуков, о которых идет речь, чтобы им говорили о том, что они могут быть уже не мальчиком, не девочкой, а нечто в среднем школе. Потому что уже, пожалуйста, в Швеции, в Скандинавии идут разговоры о том, что дети должны сами выбирать свой пол. Хотите ли вы, чтобы ваши правнуки, мужчины, дружили тоже с мужчинами? И ваш род, из-за которого сотни лет, может быть, тысячи лет, шла борьба, люди любили, страдали, боролись с захватчиками, с врагами. И вот это все пресеклось, потому что в школе им объяснили, что гомосексуализм – это очень здорово, современно и толерантно. А это все неизбежно. Речь идет не только о свободном или безвизовом въезде. Это свободный безвизовый въезд в ад. Вот это нужно понимать. Абсолютно согласен с вами, Николай Викторович. Получается так, что, во-первых, в Российской Федерации, в отличие от Республики Молдова, руководство патриотическое и очень близко к православным ценностям в Республике Молдова, как раз наоборот. Но я предполагаю, что если даже в Республике Молдова власти находились бы патриотические силы, очень близкие к нашим национальным и духовным ценностям, и стали бы на такую же патриотическую позицию, их бы быстренько наказали. Это обернулось бы нам экономическими санкциями, по тотальной критикой со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов, сможет Республика Молдова выжить, скажем так, удержаться на ногах в одиночку в этом сложном геополитическом наборе факторов. Ну, во-первых, нельзя говорить о том, что в одиночку существует Евразийский союз, и процесс, так сказать, его роста, он идет прямо на глазах, есть военный блок АДКБ, и уже в одиночку Молдова точно не останется. Это первое. Второе. Разве в своей жизни мы с вами, в семейной жизни, строим наши отношения, чтобы соседи нас похлопали по плечу и сказали, что у нас семья высокой культуры быта, или для нас какие-то более важные ценности, вроде улыбки наших детей и хороших отношений с супругом или супругой. Внешний фактор нас должен мало интересовать. Что там думают все в Вашингтоне или в Лондоне о том, что мы делаем? Если мы уверены в своей правоте, если мы действуем по заветам Бога и заветам отцов, то какая нам разница, что о нас думают те, кто давно отказался от Бога и кто предал заветы своих консервативных основателей? Ведь я абсолютно уверен, что если бы сегодня Джошу Вашингтон восстал из гроба, он бы пришел в ужас. Можно ли представить себе, что он мыслил, что мужчина должен сочетаться браком с мужчиной? Это невероятное изменение того действительно свободолюбивого направления, ради которого и создавались Соединенные Штаты Америки. Они предали свои собственные идеалы. Из страны свободы они превратились в мирового жандарма, который сегодня дестабилизирует практически весь мир. Но если мы с вами поговорили о ценностях, так сказать, высшего порядка духовного, давайте поговорим о мирском. Ведь во всем есть простая человеческая логика. За красивыми словами о свободе, о свободе выбора, о свободе слова кроются попытки замылить вот эти простые истины. А истины действительно очень простые. Молдавия сегодня это аграрное государство. Вопрос. В той или иной степени любой житель Молдавии зависит от возможности свободно продавать результаты труда целой страны на каком-либо рынке. Где находится этот рынок? Ну, конечно, в России. Ну, конечно, нет. Наверное, вряд ли можно помидоры экспортировать в Турцию, которая является главным производителем помидоров. Кстати, вы знаете, что на днях был ратифицирован договор о свободе торговли в республике Молдова с Турцией. Теперь мы с Турцией будем конкурировать. Около больше помидоров или других целях хозяйственных продуктов. Я вам скажу, чем закончится эта конкуренция. Турцию назначили вот эти мировые банкиры главным производителем помидор в Европе. И когда наш президент говорил, что одними помидорами турки не отделаются за то, что они сбили наш самолет и убили наших военнослужащих, он имел в виду, что для них производство томатов – это одна из составляющих существенных их экономики. В Болгарии запрещено производить томаты, потому что их туда поставляет Турция. Так что подписание договора между Турцией и Молдавией закончится тем, что турецкие овощи пойдут в Молдавию, а молдавские пойдут, я прошу прощения, скорее всего, куда-то в утиль, потому что Турция их не будет у себя принимать. Очевидно, что молдавское вино не найдет рынка сбыта в Италии или Испании. Не найдет в Германии, где есть свое виноделие. Практически в каждом европейском государстве есть свое виноделие. Значит, где молдавское вино исторически сбывалось, сбывается теперь, к сожалению, в малом объеме. Я надеюсь, восстановит свой рынок сбыта. Очевидно, что это Россия. Очевидно. Значит, вопрос. Если ваш рынок сбыта находится на территории России и Евразийского союза, с кем вы должны поддерживать хорошие отношения? И политические, и экономические. Любые. Но с тем, чтобы поддерживать хорошие отношения с рынком вашего сбыта. При этом этот рынок вашего сбыта, мы опять говорим только об экономике, ничем от вас не отличается ментальностью, языком не отличается. Мы прекрасно друг друга понимаем. Исторически никогда друг другом не воевали, ничего не было. Культурные ценности одинаковые, религиозные ценности одинаковые. У вас консервативные ценности, и в России консервативные ценности. Или надо дружить с неким образованием, которое несет с собой разрушение идентичности, предлагает отказаться от своего государства, предлагает отказаться от исторических корней, предлагает отказаться от своей веры, предлагает отказаться от десяти заповедей. По сути, в Молдавии есть партии двух типов. Первый тип – это партии прозападные, предлагающие ликвидацию молдавского государства. Деосуверенизацию и вообще ликвидацию всего и вся государства, человека и так далее. Потому что депопулизация народа в Молдавии продолжается. Если двигаться в сторону западных ценностей, детей будет все меньше, стариков все больше. И это закончится очень печально. Это происходит везде. И есть партии второго типа. Это партии промолдавские, которые выступают за сохранение молдавской идентичности, за сохранение молдавского государства. И они предлагают единственную разумную альтернативу – дружить с рынком, с бытом. которые не требуют душу за то, чтобы реализовывать свои товары. Надо понять, что Запад требует душу. Вот цена вхождения в сегодняшний западный мир – это душа, история, предки. Это все. Взамен не дается ничего. Продолжение следует...